здравствуйте гости и подписчики моего канала сегодня 26 сентября в этом видеоролике я хочу с вами поговорить о ранних осенних заморозков на винограднике чем они чреваты последствиями как вы знаете бывает иногда такое что в начале сентября в числах десятых постоянно каждый год из года в год у нас начинаются заморозки бывают две-три ночи заморозки температуры падают до минус 2 минус 3 так же как и весенние заморозки майские аномальные заморозки в этом году мой участок избежал заморозков у меня на за на участке не было мороза но как я смотрел на некоторых участках прошелся небольшой заморозок такой как минус 1 минус 2 и всю листву побила она пожух и чтобы не отвлекать сильно много вашего времени хочу рассказать чем чревато последствиями заморозки как вы видите глаза здесь уже полностью вызревшая уже до самых кончиков вызрела на всю длину даже пасынки начинают вызревать и типочка тоже вызрела все прекрасно все хорошо а вот если брать посадки однолетние двухлетние даже трехлетние кусты вот как вот этот вот саженец видите глаза еще не вызревшая если бы был мороз она бы пропала просто-напросто пропала ее бы уже не было может быть не может быть а сто процентов от корня что нибудь отбила бы по-любому он бы себя на следующий год восстановил но вы потеряли бы год вам пришлось бы наращивать опять виноградную лозу поэтому если у вас по участку прошелся мороз и ваша лоза не вызрела то вы уже ничего с этим не поделаете через после заморозка если у вас прошелся заморозок через недельку полторы вы заметите если лоза у вас зеленая не вызревшая она будет жухнуть она такая сморщится лоза если на зелено на сморщится и будет ну отомрет просто-напросто вот как тут вот если у вас такая вот глаза не вызревшая она просто пропадет на вас не перезимует все урожая на следующий год вы не получите она вас просто-напросто не перезимует листья то сразу отпадут как бы они пожухнут такие станут сухими листьями они уже не будут работать на фотосинтез поэтому после заморозка можно просто-напросто все так вот обломать полностью все листья вот так вот пообламывать потому что они уже пользы никакой не дают они погибшие они не будут работать на фотосинтез поэтому по возможности однолетние двухлетние трехлетние кусты по возможности пробуйте укрывать как я у себя допустим снимал лозу со шпалеры пригибал к земле и накрывал мешками от картошки мешками спонбондом чем угодно главное спасти лозу от заморозка чтобы она у вас не погибла и продолжала вызревать вот у нас сейчас прошли местами заморозки и сейчас передают более-менее нормальную погоду там будет плюс 15 плюс 16 градусов и вот я свою лозу подоставал я ее укрывал сейчас подоставал саженцы винограда свои и моя лоза будет продолжать вызревать дальше дальше я буду обрабатывать монофосфатом калия и я надеюсь что она у меня успеет вызреть еще до заморозков я смотрел прогноз погоды как бы еще на октябрь не передают заморозков ну как оно будет не знаю как бог даст так и будет еще можно спастись с помощью каналов как вы видели на моем канале я сделал пробный экспериментальный канал на одном ряду винограда и туда просто уложил лозу даже не накрывал ни пленкой ничем просто снял со шпалеры не снимал все потому что у меня как бы не было заморозка я просто решил рискнуть снял один куст положил в канал и замерил температуру манометром везде на участке у меня была температура 1 градус а в канале было у меня плюс 5 плюс 6 градусов видите канал сбивает 4 градуса 5 градусов он сбивает температуры поэтому минус 2 минус 3 мой канал смело выдержит заморозка поэтому спасайтесь от заморозков как можете накрывайте спонбондом пленкой каналы чем угодно еще хочу сказать если ваш урожай попал под заморозок то в течение недели вам нужно его скушать либо продать реализовать потому что он пропадет через неделю он у вас пропадет все всем спасибо за просмотр всем хороших урожаев удачи на ваших виноградных участках все всем пока